В Заполярье стартовали дни ненецкой письменности. В течение месяца в разных уголках округа пройдут тематические мероприятия. О том, почему важно и нужно сохранить язык коренного северного народа, расскажем в следующем материале. В Краевическом музее ненецкая речь звучит не просто так. Здесь в неформальной обстановке собрались те, кому не безразлична судьба родного языка. Народа немного, но для каждого событие важное. С 18 ноября по 18 декабря в округе будут проходить дни ненецкой письменности. Мероприятий более 70 для жителей всех возрастов. Давайте все вместе подумаем, что мы еще можем сделать для того, чтобы ненецкий язык был сильнее. И реализуем эти мероприятия, чтобы добиться главного, чтобы ненецкий язык не умирал и звучал, чтобы в нем разговаривали дети. И очень радостно сегодня видеть здесь молодежь. Это вселяет надежду, что он будет звучать еще громче и громче. Благодаря лингвисту и этнографу Георгию Прокофьеву, первому ненецкому ученому Антону Пырерко и пилологу и североведу Григорию Вербову, в 20-х годах прошлого века зародилась ненецкая письменность. Все трое приняли непосредственное участие в создании первого ненецкого букваря и внесли огромный вклад в развитие культуры северного народа. Нужно пройти большой путь развития для того, чтобы у каждого народа появилась своя письменность. Ведь не секрет, что сегодня некоторые самодийские финно-угорские языки письменности своей не имеют. А раз они не имеют письменности, значит они не имеют возможности обучать детей в школах, обучать детей в детских садах. А они не имеют возможности публиковать свою литературу художественную, научную, методическую и так далее. Поэтому с появления письменности, конечно же, вот такая возможность у ненецкого народа появилась. Как говорит Матрёна Талеева, которая уже 49 лет работает преподавателем в Ненецкой средней школе имени Антона Пырерки, среди учащихся возрастает интерес к ненецкому языку. Даже у ребят, для которых этот язык не родной, интересуются им и взрослые, а значит язык живёт. Ненецкий язык – это очень трудный язык. Но я думаю, что по сравнению с коми языком, я имею в виду литературный язык, который, конечно, это очень грамматика трудная. Но я думаю, что при желании можно научиться, если человек желает. Были ведь люди, которые изучили, вот наши первые учёные, там и среди них, кто первые учёные были, это были русские люди. Вот сегодня много о них говорили. Строчка из известного стихотворения Прокопия Евтысова гласит «Мой ненецкий язык сильней ветров полярных, и хочется верить, что язык маленького, но гордого, сильного и трудолюбивого народа будет жить». Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».